Сегодня в популяризацию цифрового образования колоссальный вклад вносит IT-парк страны. Так при нем функционирует 205 IT-центров по всей республике, которые обучают население, в том числе и молодежь, цифровым технологиям. Растет с каждым годом количество слушателей образовательного курса и филиалах IT-парка. Материал на тему в репортаже из Кашкадаринской области. За два года работы IT-центра города Каши по девяти направлениям компьютерной грамотности обучились и получили свои сертификаты 9 тысяч человек. В июне нынешнего года IT-парк совместно с компанией IPAM Systems основал первый в Узбекистане онлайн IT-парк University. Экзамены для абитуриентов будут проходить в три этапа. Программа нашего университета направлена на получение современных и востребованных профессий в IT-сфере в соответствии со стратегией «Цифровой Узбекистан-2030». Учиться можно будет дома или в офисах региональных IT-центров. Программа бакалавриата составляет три года обучения. Примечательно, что абитуриенты, имеющие сертификаты IT-центров, автоматически могут поступить в наш университет. Если есть желание развивать свои знания в этом направлении глубже, выпускники университета получат дипломы международного стандарта. Квота составляет тысячи мест. Для участия в экзаменах следующих этапов нами принято около 700 заявок. Экзамены будут продолжаться до 20 сентября. Для участия в них достаточно пройти регистрацию на нашем веб-сайте itpu.us. В IT-центре молодые люди в рамках проекта «Один миллион программистов» обучаются в направлении веб-программирования, графического дизайна, робототехники и других. Дамир Равшанов в нынешнем году перешел в восьмой класс. Уже в юном возрасте он владеет определенными навыками в сфере IT. Я перешел в восьмой класс и учусь в девятой школе города Корши. Я два месяца уже изучаю веб-программирование и хочу стать программистом. Так как в будущем будет технологический мир, и в этот технологический мир те, кто знает, программирует или хорошо разбирается в каких-либо программах, смогут там ориентироваться. Также это будет, так сказать, моим дополнительным заработком, и я смогу создавать сайты, веб-программы, изучать что-то для себя новое, то, что я раньше не изучал. Так я смогу ориентироваться в IT-сфере и даже смогу стать знаменитым программистом. Я вдруг не смогу поступить в институт, то у меня будет стабильный заработок, у меня будет сертификат, я смогу стать фрилансером или поступить на государственную службу с этим сертификатом. В настоящее время в городах и районах Кашкадалинской области функционируют 15 IT-центров, где созданы все условия для обучающихся и работы IT-специалистов, фрилансеров и стартап-команд. Основы компьютерной грамотности на договорных основах получили работники народного образования, сферы здравоохранения. Осуществляются проекты обучения тех, кто состоит в списках Единого реестра социальной защиты. С 2020 года нами осуществлено порядка 20 проектов. К примеру, совсем недавно завершился проект «Future Skills Узбекистан», в рамках которого 49 молодых людей с ограниченными возможностями и нуждающихся в социальной поддержке на безвозмездной основе прошли обучение компьютерной грамотности. 19 из них трудоустроены в районных IT-центрах и госучреждениях. Остальные занялись предпринимательской деятельностью в качестве фрилансеров. С 1 августа осуществляется еще один экспериментальный проект «Юнисеф и IT-парка» для девушек с 12 до 18 лет. После трехмесячных курсов обучения 58 девушек-ашкадари получат навыки компьютерной грамотности и графического дизайна. Деятельность IT-центров направлена на подготовку поколений специалистов по цифровым технологиям, оказание им содействия в обеспечении занятости в профильной отрасли, в том числе и молодежи даже самых отдаленных сельских районов. Продолжение следует...